На кампус можно попасть только один раз за учебу в университете. Такой уникальный шанс получил студент из Дагестана Надыр Юсупов. Как говорит юноша, кампус дал то, что на обычных парах редко услышишь. Дают какие-то общие знания из медиа, работы в команде, эмоциональный интеллект, например. То, чего иногда не хватает в университете. Мы друг у друга учимся. Сама среда и все вот такие активные, продвинутые. В заключительный день участники кампуса полтора часа общались с Рустамом Менихановым и ректором президентской академии Алексеем Комиссаровым. Студенты спрашивали, как добиться успеха, как стать хорошим правленцем и что делает Татарстан популярным, в том числе у инвесторов. В чем заключается именно успех Татарстана? Как нам, частно говоря, отличный бренд Татарстана, почему сюда приезжают, здесь работают, учатся? Это системная, скрупулезная работа всех органов власти нашей республики. Чтобы у инвестора, зарубежный ли он, или российский, или внутренний, у него должно быть доверие. Вот если у него есть доверие к власти, и власть заинтересована, чтобы эти инвестиции появились, вот это главный критерий. Также, как рассказал Рустам Мениханов, успех республики заложен в ее душе. Душа Татарстана, что его народ, его культура, ее история. Мы вроде бы все разные, вот мы же больше половины мусульмане, половина православные и другие. Мир согласия Татарстана, это вот некое такое уникальное место, где у нас нет никакого спора. Благодаря своим достижениям Татарстан стал постоянным местом проведения летнего кампуса президентской академии. В этом году он прошел в 11 раз. Участниками стали более 200 студентов из России и зарубежья. Татарстан представляют 80 студентов. Кампус – это место, где происходят чудеса. Это, конечно, в первую очередь новые знакомства, обмен опытом, а также продвижение самого себя. Главное, чтобы были хорошие, талантливые, способные люди. Вот такие мероприятия, как летний кампус, позволяют таких людей найти. Алексей Комиссаров посоветовал молодежи больше мечтать и не бояться браться за трудные задачи. Рустам Мениханов сказал, пока молоды, нужно поработать в самых разных направлениях. И в жизни помогут усердие и трудолюбие. Каждый должен свой чемодан, хотя он тяжелый, иногда без ручки должен нести сам. Вот тогда все получается. За 9 дней кампуса все участники объединились в команды из представителей разных регионов и стран. Вместе нужно было разработать и презентовать проект. В итоге победителем стала идея, как можно одновременно улучшить проект пушкинской картой, помочь малому бизнесу и импортозамещению. Мы предлагали внедрить туда сумму денег для того, чтобы покупать национальные блюда в тех или иных заведениях общественного питания и тем самым продвигать как раз-таки национальную кухню, способствуя импортозамещению. Главный на самом деле результат это то, что все ребята сплотились, получили много новых знаний. И те, кто впервые оказался в Татарстане, влюбились в Татарстан. Те, кто оказались в нашей стране, но, может быть, не впервые, но в очередной раз влюбились во всю нашу большую страну. И те проекты, которые ребята готовили за этот короткий достаточно промежуток времени, я надеюсь, по крайней мере, часть из них будет реализована. В следующем году летний кампус снова должен пройти в нашей республике. Его участников от Татарстане ждут и для жизни, и работы на постоянной основе. Дмитрий Ирин, Вадим Иларионов, ТНВ, Иннополис.